Помочь отстаивать интересы портовой отрасли, спасти украинский морехозяйственный комплекс и отстоять право его работников на достойные условия труда. Такие приоритетные задачи ставит перед собой Украинская морская партия Сергея Кивалова. И помогут ей в этом одесские портовики, которые активно пополняют ряды полицилы. Герой Украины и почетный президент Одесского морского порта Николай Павлюк представляет Суворовскую районную организацию Украинской морской партии. Впереди предстоит кропотливая работа для решения сложных проблем портов Украины и спасения отечественного судоходства. Подробности далее. Морехозяйственный комплекс Украины является одним из наиболее стабильных и экономически эффективных секторов нашей страны. Именно поэтому представители морской сферы готовы на государственном уровне проявлять инициативу, вносить предложения по усовершенствованию работы отечественных портов, защищать интересы своих предприятий. Не остаются в стороне и одесские портовики права на будущее Одесского морского торгового порта. Они намерены отстаивать на уровне местных советов вместе с Украинской морской партией Сергея Кивалова. Возродить торговый порт, вернуть к жизни отечественные порты и звание мощной морской державы. Задача не из простых, но у Украинской морской партии Сергея Кивалова для этого уже есть детально спланированная программа. Мы на одном языке говорим, поэтому я именно в Украинской морской партии. Тут есть понимание, есть желание поддержать. Поэтому я именно общаюсь с Украинской морской партией, готов участвовать в любой форме, чтобы все-таки этот вопрос мы могли решать и продвигать. Лидер Украинской морской партии, почетный гражданин Одессы и области, вместе с почетным президентом морского торгового порта, героем Украины, и почетным гражданином Одессы Николаем Павлюком, который сегодня представляет Суворовскую районную организацию Украинской морской партии, обсудили основные вопросы, которые сегодня негативным образом отражаются на всей морской отрасли. Сегодня наиболее остро для украинских портовиков стоит проблема дивидендной политики, которая серьезно тормозит развитие предприятий и препятствует реализации масштабных современных проектов в отечественных портах. А кто, как не сами портовики, смогут наиболее эффективно лоббировать интересы морской отрасли в органах местного самоуправления? На сегодняшний день наша отрасль нуждается в помощи со стороны специалистов. На сегодняшний день получается так, что много существует юридических конфликтов, которые необходимо решать на более высшем уровне. Украинская морская партия Сергея Кивалова для нас считается той самой партией, которая больше принимает инициативу в решении проблем города, тем самым проблем порта. Поэтому мы считаем, что участие в партии позволит нам более решить вопросы. В предстоящих выборах готовы активно принимать участие молодые, но достаточно опытные и инициативные люди, которым хорошо знакомы проблемы портовиков и жителей города. А главное, они знают пути их решения. Порт является градообразующим предприятием. И с портом связано более 100 тысяч человек, жителей города Одессы и пригорода. То хотелось бы, чтобы портовики и члены нашей морской сферы могли выразить свое слово как в городском совете, так и в областном совете. Поэтому наше участие в Украинской морской партии Сергея Кивалова лучше для этого возможности. Лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов неоднократно выступал с законодательными инициативами в отношении защиты интересов как портов Украины, так и представителей морской отрасли в целом. Портовики уверены, что его понимание и знание дела помогут вывести морскую отрасль на достойный уровень. Хозяйственник, общественник, политик, ну что можно еще говорить, все он сумел уже себя вобрать. Это видно даже на самом университете, которым он руководит и те, чем он занимается. Это сегодня работаем с городом, то не всякий, который может стать и сказать мэру или области, какие вопросы нас волнуют и может решать. И в самых верхших эшелонах сегодня он может решать эти вопросы. Напомним, ранее, благодаря усилиям Украинской морской партии и лидера политической силы удалось добиться утверждения новой редакции «Морской доктрины Украины», основополагающего документа, определяющего государственную политику страны в области морской деятельности. Также достигнута разработка новой методики расчета ставок портовых сборов для украинских портов, после имплементации которой портовые тарифы и сборы будут снижены минимум вдвое. Кроме того, сокращены отчисления от дохода портов в госбюджет с 75 до 50 процентов, а эти существенные вливания в местные бюджеты дают возможность оставлять деньги на местах и направить их на развитие и обновление инфраструктуры. Ряд инициатив политической силы направлены на то, чтобы Украина ратифицировала Международную конвенцию о труде в морском судоходстве. Ее ратификация будет способствовать надлежащей защите прав наших моряков и обеспечению достойных условий их труда. Украинская морская партия продолжает делать все, чтобы вернуть былую мощь украинскому морскому флоту, возродить судостроительные и судоремонтные заводы и реализовывать другие инициативы, направленные на укрепление и процветание страны.